На параде открытия перед собравшимися со словами приветствия выступили начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа Татьяна Новикова и долгие годы товарищ по еще той легендарной заре, именуемой сибирским спартаком Сергей Васютин. Ну и затем началось. Точнее начали играть еще до парада открытия. Кузбасс Шор, Заря Суэк. Интересно было посмотреть на молодых кемеровчан, где тренером работает Сергей Богачев, несомненно знакомый Ленинск-Кузнечанам по той же нашей великой команде. Его молодые воспитанники, они в желтой форме, особо не смогли создать конкуренцию хозяевам поля. Суэковцы по сути весь первый тайм имели игровое преимущество. К примеру, по количеству угловых только за первые 45 минут. Наши их подали 10. После одного из них Евгений Карлов мячом угодил в перекладину. А вот на 37-й минуте он головой все-таки открыл счет голам Заринцев в этом сезоне. Через минуту не повезло Андрею Карпунину. С пяти метров после его удара мяч прошел мимо цели. Второй тайм. Турнир, по сути, товарищеский, а потому после перерыва команды обновились практически наполовину. Победу, конечно же, сделали все. Но, несомненно, голы Ивана Минакова были очень важны. Они в итоге и принесли важные три очка. 58-я минута. Пас от Анатолия Шубенкова на ход Ивану Минакову и удар в дальний угол ворот удваивает счет. А на 70-й он же отлично играет на опережение от паса Данила Малетина и делает 3-0. Сухой счет удержать не смогли. На 77-й голом Федора Асташенкова был установлен окончательный итог. 3-1 за Соеком. Затем играли гости из Колтана и наша Заря Уор в красном. Команды словно договорились, что забивать будут только в одни ворота. Южный, кстати, по ходу ветра, который в этот день разгулялся не на шутку. Моменты есть у обеих команд, но пока забивают только одни. На 20-й минуте 1-0 делает игрок ТД трейд КНК Данил Шарафуддинов. А на 28-й он же записывает к себе в актив дубль. Проходит перерыв и игра меняется кардинально. Теперь уже олимпийцы доминируют на поле. Проходит всего пару минут и Данил Лобанский сокращает разрыв. А на 58-й уже Иван Тархов восстанавливает равновесие. 2-2. Все оставшееся время ни футболисты, ни зрители не скучали. Но этот результат так и остался итоговым. Анна Кириллова, Александр Иванов, Риоленинск.